У всех иногда возникают безумные и смешные идеи, но не все осмеливаются их реализовать. Как же тогда узнать, возможно ли подружиться с аллигатором, надев костюм аллигатора? И могут ли жимпанзе управлять дроном? В моем видео вы найдете ответы на эти вопросы и увидите еще несколько странных экспериментов. Привет, друзья, с вами профессор Гуглов. Что будет, если бросить карбид в воду или подойти к лошади сзади? В детстве особенно сильна тяга к экспериментам. В моем детстве их было так многое, что я, можно сказать, чудом дожил до взрослого состояния. А о некоторых тяга к экспериментам сопровождает всю жизнь. Подписывайтесь на мой канал и смотрите, чего делать точно не стоит. Поехали! Что будет, если залезть в болото с аллигатором в костюме аллигатора? Я не знаю, но кое-кто всерьез решил испытать это на себе. Знакомьтесь, Гэри Соранж. Этот парень решил сыграть роль одного из самых грозных хищников заповедника дикой природы в Техасе. Как видите, они уже практически подружились. Даже для профессионала переодеваться в аллигатора, чтобы посмотреть на его реакцию, довольно рискованно. А вот и костюм Гэри. Кажется, только мы считаем, что хищник заподозрит подвох. А вот парень с пластиковой маской аллигатора на голове вполне уверен в себе. Он сам стал рептилией. Посмотрите, Гэри подкрадывается к хладнокровному собрату. Смотрите, что будет дальше. Аллигатор не стал терпеть такую наглость. Думаете, Гэри на этом сдался? Как бы не так. Он подходит почти ко всем аллигаторам заповедника и даже бросает вызов толпе хищников. Сложно представить себе что-то более безумное. Вы наверняка уже видели этот челлендж с собаками и кошками. Но ловкость мини-пигов тоже стоит проверить. Как думаете? Пройти первый уровень для маленьких свинок не составило труда. И даже стенка из туалетной бумаги не стала для них проблемой. Думаю, вы не ожидали от свинок такой ловкости. А вот на третьем уровне команда разделилась. Это породистая гоночная свинка и ее брат, который решил справиться с заданием по-своему. Шимпанзе частенько участвует в разных экспериментах. На этот раз энтузиасты решили посмотреть, смогут ли обезьяны управлять дроном. Как видите, у пилота и его помощника, представителя редкого вида, пока все идет хорошо. Если у вас есть на примете шимпанзе и лишний дрон, можете повторить эксперимент. А вы сами когда-нибудь пробовали управлять дроном? Не у всех получается с первого раза, но для шимпанзе полеты оказались не проблемой. Ладно, не переживайте о том, что обезьяны захватят нашу планету. На самом деле шимпанзе просто притворяется, что управляет дроном, но все же понимает, что есть какая-то связь между пультом и дроном. Хотя кто знает, что у обезьян в голове? Как мы уже выяснили, крокодилы не хотят связываться с психами, любителями экспериментов. Ну, или и правда не могут отличить косплеера от настоящего крокодила. Но смогут ли это сделать лошади? С таким костюмом смогут. Как это вообще может сработать, когда наверху такая крошечная голова? Неудивительно, что животные сразу его раскусили. Как говорится, и ежу понятно. Белой лошади особенно не понравился такой эксперимент. В этом случае даже более реалистичная маска не может обмануть животных. Они не так глупы. Наверное, вы знаете, что коровы и даже быки пугаются танцевальных движений. Эта девушка решила посмотреть, как на ее танец отреагирует страус. Как видите, он принял это за приглашение. Оказывается, птицы тоже умеют танцевать. Не знаю, можно ли назвать эксперимент неудачным. У меня язык не поворачивается. Несмотря на свою грациозность, кошки иногда бывают такими смешными. Нужны всего лишь пару кусочков скотча. Рыжий кот хотя бы попытался отгрызть скотч. Как вы думаете, а енот справится с безграничной силой изоленты? Что ж, теперь мы знаем, что еноты не боятся липких ловушек. Хотя не совсем понятно, что делать с этой информацией. Следующие кадры не для слабонервных. Парни решили использовать сырные чипсы в качестве топлива для гриля. Оказалось, что чипсы не уступают даже дровам. Из них получаются отличные угли. Энтузиастам удалось приготовить стейк на углях из чипсов. Жаль только, что мясо пропиталось запахом подгоревшего сыра. Такие эксперименты точно не для меня. Я люблю использовать продукты по назначению. А вот еще один увлекательный кулинарный эксперимент. Как думаете, можно ли приготовить попкорн с помощью утюжка для волос? Рецепт прост. Сначала аккуратно выкладываем зерна на импровизированную плиту. На этом этапе ее еще не выключаем. Закрываем утюжок, включаем максимальную температуру, ну и все. Теперь ловите попкорн, разлетающийся по комнате. Если у вас внезапно сломается микроволновка, а любимый фильм уже начинается, вы знаете, что делать. Что ж, пришло время для экспериментов на людях. Уверен, этого вы и ждали. На самом деле, следующий эксперимент безобиден, хотя и совершенно глуп. Ребята решили узнать, сколько потребуется изоленты, чтобы приклеить человек к стене. Вы считали? По моим данным, 30 полосок достаточно. А что произойдет, если поджечь пластиковый стаканчик с водой? Почему-то в школах не проводят такие крутые эксперименты, но, к счастью, у нас есть интернет. Пластик сгорает ровно до поверхности воды. Надеюсь, вам не нужно объяснять, почему на этом моменте огонь гаснет. Но для полноты картины стоит повторить эксперимент. Видите? При помощи воды и зажигалки можно создать новый и совершенно бесполезный мини-стаканчик. Если в детстве вы пытались использовать зонт в качестве парашюта, этот эксперимент вам тоже наверняка понравится. С возрастом подобные идеи улетучиваются, но только не у этого парня. Он решил отправиться в плавание на лодке из картонных коробок и скрепил их с помощью изоленты и герметика. Только посмотрите на это очень короткое плавание. Короче говоря, не стоит экономить на материалах. Некоторые эксперименты не стоит повторять дома. Например, в этом видео ребята решили положить пару кирпичей в стиральную машинку и посмотреть, что же произойдет. Я вам сразу скажу, что скандал и объяснение с семьей. Уж лучше посмотреть на это зрелище в интернете. Парни включили стиралку и... Ничего не произошло. Им пришлось разбить стекло, чтобы подкинуть еще кирпичей. Вы тоже думали, что машинка развалится пополам? Видимо, ребята включили режим деликатной стирки. Поверхностное натяжение воды – это сила, действующая на единицу. Бла-бла-бла. Кому нужны эти скучные определения? Когда можно ударить по жидкой массе молотком и увидеть физику в действии? Никакого жульничества, только наука. Если медленно опустить палец в жидкость, натяжение без проблем пропустит его. Но при резком ударе жидкость становится каменной. Даже брызг нет. Однако не стоит повторять этот эксперимент посреди гостиной. Даже если после 10 ударов не было брызг, кто знает, что будет после 11-го. А сейчас самое время узнать, можно ли разрезать сосиску циркулярной пилой. Возможно, однажды обычные ножи вам совсем наскучат, и вы решите приобрести на кухню что-то новенькое. Но это точно будет самое глупое решение в вашей жизни. Циркулярная пила гораздо лучше работает с досками, чем с сосисками. Все потому, что современные меры безопасности заставляют механизм останавливаться, если он дотрагивается до чего-то похожего на палец. Нет времени объяснять. Мы решили провести эксперимент и заодно повеселиться. Вот инструкция. Надуйте воздушный шар гелием, проделайте небольшое отверстие в банке с газировкой и закачайте гелий внутрь. Не забывайте про изоленту. И распейте газировку с друзьями. Работает. Они разговаривают, как герои мультфильмов. Нужно лишь найти немного гелия. И напоследок забавное видео с животными. От них, как вы уже поняли, вообще непонятно чего ожидать. Видео с выдрой по имени Аты собирают миллионы просмотров. Например, ролик, где выдру моют в раковине и заботливо вытирают полотенцем, посмотрели 24 миллиона раз. Видео выдра не пытается увернуться от рук хозяина. Наоборот, с удовольствием принимает ванну, а иногда даже попискивает от удовольствия. Сурикаты часто становятся героями рекламных роликов автомобильных брендов. Уж очень у этих животных выразительные мордочки. А вы видели когда-нибудь, как смеется сурикат? На видео девушка играет с обаятельным представителем семейства мангустовых. Вам точно понравится его смех. А это видео посмотрели более 280 миллионов раз. Вот это результат. И совершенно не случайный. В ролике 6 котов пытаются поймать рыбку из таза и заодно познакомятся с японским лобстером. Его резкие движения пугают котов до смерти. Они каждый раз удирают, как только ракообразный пытается дать отпор своими большими усами. Этот канал называется Ten Cats – 10 кошек. Хозяева снимают и выкладывают видео, как питомцы реагируют на бытовые вещи. Если хотите смотреть самое свежее видео, смотрите его здесь. Я, профессор Гуглов, выбираю для вас самое лучшее. Подписывайтесь на мой канал. И какие еще видео вы бы хотели посмотреть, напишите в комментариях под этим видео. А на этом у меня все. Пока!